В универсальном спорткомплексе Подмосковья в выходные состоялся матч восьмого тура первенства России по мини-футболу пари-матч Высшая Лига. В этот раз щелковская команда «Газпромбурение» встретилась на поле с командой «Спартак» из Москвы. Гости быстро освоились на чужой площадке. Обе команды старательно пытались отправить мяч в чужие ворота. Несмотря на это, большая часть первого тайма протекала напряженно, потому что ни у кого из игроков не получалось забить гол сопернику. И вот на 19-й минуте счет меняется. 1-0 в пользу футболистов «Спартака». На этом тактическое наступление москвичей не заканчивается. Буквально через минуту они снова забивают гол «Газпромовцам». Счет становится 2-0. Во втором тайме команда «Газпромбурение» пытается всеми силами исправить неблагоприятную для них ситуацию. Более того, игроки стараются еще больше ее не усугубить, активно защищая ворота. Но до конца этого непростого матча никто из щелковских футболистов так и не забивает гол. Финальный счет игры – 0-2. Я очень расстроен и содержанием в том числе, потому что сегодня какая-то была вялая команда в плане именно организации атакующих действий, окончания этих действий, ударов по воротам. Наверное, все это вылезло в то, что мы сегодня проиграли. Ребята молодцы, я им очень благодарен. Я, как им уже говорил, не бывает такого, что в начале сезона, где мы были не готовы, мы выдавали хороший матч, а когда вроде и поработали и так далее, не было того, что я требовал. Сегодня это все было, и поэтому хороший матч провели по отдаче. Важно отметить, что это было первое поражение щелковской команды в первенстве России по мини-футболу в этом году. Следующая игра у «Газпром Бурения» состоится уже 21 ноября в городе Саратов. Мария Буржинская, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.